Это не пожар, это просто я готовлю вафли. То же самое, если я буду готовить блинчики. Если я сейчас не отключу эту систему, или не проветрю помещение, у меня под окнами, под моим домом, будет стоять три машины. Пожарная, скорая помощь и полиция. Это система безопасности в американских домах. В случае, если вызов ложный, мне светит штраф в полторы тысячи долларов. Если вдруг возникнет, не дай бог, аварийная ситуация, у нас есть три выхода. Можно убежать на балкон, можно уйти через парадную дверь, а можно спуститься вниз и выйти на задний дворик. А это американская парковка. Поставить машину на чужое место невозможно. Тем более, если это стоянка в общественных местах. Как известно, в Кемерово пожарные жаловались, что проехать из-за ненормальной парковки им было сложно. Все звонили, все звонили. Минут сорок или сколько, никто нас не спасал. Капец, что произошло. Капец, что произошло. Отмечать? Отмечать? Пожарные не могут проехать. Что делать? Пожарные не могут проехать. Звучит музыка. Перемь, все звонили. Все звонили. Добавляем, выяснився. Это звонили. Они могут проехать. Из-за звонили. Субтитры сделал DimaTorzok В Америке на каждом шагу электронное табло. Я прочитала напоминание, чтобы люди не забыли переставить свои батарейки в противопожарных системах. Как-то в Детройте мой знакомый посоветовал мне отключить систему сигнализации. Он вытащил батарейки, чтобы эта штука меня не раздражала. Мой муж мне запрещает это делать после пожаров в Кемерово. Я теперь понимаю, что это правильно. Моя знакомая делает ремонт в доме. Муж умер, дом для моей знакомой оказался большим. Она решила его сдать в рент. И противопожарную систему она должна подключить к системному току. Так требуют агенции по найму квартирантов. Как-то с мужем мы застряли в трафике. Я его спросила, как будет действовать спецтранспорт в случае, если машины на трассе стоят стеной. Муж ответил, что все эти машины должны посунуться максимально. И если проезд будет невозможный, спецтранспорт поедет по встречной. Да, в США есть много своих проблем. Недавно я сделала видео о том, как ловко здесь управляются со стихией и не могут справиться с расстрелами в школах. Статистика, а это можно найти в интернете, ужасает. Поэтому сегодня люди выходят на митинги с требованием контроля над оружием. Но сегодня речь о конкретной ситуации. Пожар в Кемерово. Официально 64 жертвы, 40. Одна из них это дети. Причина дикая халатность. Сегодня российские эксперты утверждают, что законы менять не нужно. Нужно только придерживаться определенных правил. Моя знакомая в Facebook написала, почему, например, не горит Кремль или Верховная Рада в Украине. Да потому, что там боятся нарушить меры безопасности. Либо полетят чьи-то головы, либо просто кто-то лишится тепленького места. Так почему же нельзя придерживаться законов, когда речь идет о простых людях? Недавно я оставила пост в Facebook, что солнце иногда ослепляет. Ослепляет слава, власть. Но главное в этой жизни оставаться людьми. Как уже известно, 70% территории принадлежало миллиардеру. Денису Штенгелову. Помещения сдавались в аренду. Сам бизнесмен в основном проживает в Австралии. Его называют темной лошадкой в российском бизнесе. Из его интервью резануло ухо пару фраз. Живу спокойно, делаю дела. Я патологический лентяй, и мне неинтересно знать, что делают другие. Предприниматель в интервью журналистам РБК еще до трагедии комментировал успех своего бизнеса так. Мы экономим деньги, выжигая поляну. Конец цитаты. В Австралии Штенгелов вложился в строительство теннисной академии. Вы верите в то, что он там интересовался делами? В том числе и техникой безопасности при строительстве. И что же в Кемерово? Узкие коридоры, маленькие окна, иногда их отсутствие. Легко воспламеняющиеся материалы, неподготовленный персонал и нерабочая противопожарная система. Главное, закрытые двери. 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 Целый комплекс нарушений. Я 18 лет поехала работать вожатой в лагерь. Пионерский лагерь. Меня впервые там заставили подписать документ, что я несу ответственность за жизнь каждого ребенка. Я очень удивилась и подумала, что еще и за себя не могу нести ответственность. Но я подписала тогда эти бумаги. Не было ничего видно. То есть ты шел вслепую, у тебя и кашель, и слезы. И там была очень большая давка, что некоторые даже просто выталкивали друг друга, детей, беременных, пытались пройти самые первые. Нас выразили самыми последними. То есть до этого весь стаж уже был вывен. Вот как говорит работница, что сначала вывели всех детей, но многие родители просто брали и забывали бы своего ребенка, бежали бы к гардеробу, собирая свои вещи. И отдельно про животных, которые дарили детям радость и тепло. Если бы эвакуация была правильно организована, и каждый из бегущих взял с собой по животному, можно было бы спасти целый зоопарк. Говорить обо всем этом просто невыносимо. И сейчас сказать просто, что я соболезную, наверное, этого мало. Что бы делала я, если бы имела какие-либо полномочия? А устроила бы показательное шоу над теми, кто допустил подобное? Ужесточила бы меры наказания. Не пять, пятьдесят человек должны сидеть. От ключницы до арендодателя. Кто-то придерживается мнения, что в данной трагической ситуации лучше промолчать. Я не согласна. Я думаю, что нужно говорить как можно больше, чтобы это не повторилось. Пожар в Кемеровском торговом центре уже вошел в число самых крупных по количеству жертв в современной России. После каждой трагедии проходят проверки, находят и наказывают виновных, но ситуация не меняется. Ночью 20 ноября 2003 года произошел пожар в общежитии Российского университета дружбы народов в Москве. Общая площадь огня превысила тысячу метров. В результате погибли 44 человека, 156 пострадали. Студенты из 39 стран мира. Павел Лонин, инспектор пожарного надзора юго-запада Москвы, получил за халатность два года колонии-поселения. В ночь на 20 марта 2007 года в Краснодарском крае произошел пожар в доме престарелых. Пожарные приехали только через несколько часов после начала пожара. Все это время местные жители выносили стариков из огня на руках. В пожаре погибли 62 человека, 30 госпитализированы, а один пострадавший умер в больнице. Руководителей дома-интерната приговорили к 3,5 и 4 годам колонии. В том же году, 2 октября, загорелось здание Московского института государственного и корпоративного управления. Позднее сообщение о пожаре и заблокированный эвакуационный выход стали причиной гибели 11 человек, а большинство из 48 пострадавших получили ранения, выпрыгивая из окон. Ректор института Андрей Звягин попытался скрыться в Черногории, но был экстрадирован в Россию. Осужден на 8 лет колонии, в том числе за хищение финансов. Одним из самых страшных пожаров в современной России стала трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь». Во время празднования восьмилетия клуба в ночь на 5 декабря 2009 года из-за пиротехнического шоу загорелся низкий потолок и стены, отделанные пластиком. В ту ночь погибли 111 человек, еще 45 умерли в больницах из-за ожогов и высокотоксичного дыма. Правительство Пермского края в полном составе и глава администрации города ушли в отставку. 7 человек получили различные сроки заключения. До сих пор продолжаются судебные заседания по делу о пожаре в Казанском торговом центре «Адмирал». 11 марта 2015 года там погибли 19 человек и более 60 получили ранения. Дети, мирные люди, не должны умирать. Ни в пожарах из-за чьей-то халатности и жадности. Ни на Донбассе, только потому что мировые политики не могли договориться. Я еще раз хочу выразить слова глубокого соболезнования. Субтитры создавал DimaTorzok